Всем привет! Небольшое такое будет коротенькое видео совсем. У нас сейчас ремонт в комнате идет. И вот, чтобы растения не пылились, я загородил пленкой окно и оставил там микропроветривание на ночь. Ночью я проснулся от того, что, ну, в общем, по своим делам проснулся и решил зайти сюда в комнате. Хватрый жуткий был. И я поставил термометр на всякий случай. Там было минус один. В общем, итог. Тут у меня лесные кактусы в основном стоят. Им, в принципе, пофиг. То есть, минус один они выдержали. Ну, это на нижних ярусах. Но у меня же тут стоит еще клеродендрум. Клеродендрум, короче, отморозил листья вот эти нижние. Верхние, я смотрю, более-менее такие бодрячком стоят. Но если верхние стоят бодрячком, значит, на нижних просто листья обмерзли. Значит, стволы, сами веточки, они живы-целы. В общем, ой, хочешь сделать как лучше? Получается. Ну, в принципе, мне эти листья на клеродендруме, они нафиг не нужны. Мне самое главное, что все в итоге живо-цело. Микропроветривание я закрыл. Сейчас там температура. Так, я вам скажу, 15, даже 15 градусов. Вот, то есть, такая достаточно высокая температура. Вот. Ну, даже, знаете, вот можно, в принципе, собрать все лесные кактусы вот так вот на одно окно на зиму. Я вот думаю себе на будущее, да, его вот так вот отгородить пленкой плотной. Или какой-то рулоны, вот рулоны обои, может, чтобы, ну, это более так эстетично, скажем, выглядело, что ли. Вот. Но, в принципе, перезимовать вот так вот, да. У меня, знаете, не такой вид из окна, чтобы прям вот им любоваться. То есть, у меня через дорогу дом и из окна дорога и через дорогу дом. То есть, как бы у меня там ни вани не протекает, и пейзажев, и холмов нету. Поэтому, в принципе, мне такой вариант подходит. Вот. Вот только вот как-то нужно, чтобы вот эти вот пленку какую-то. Ну, в общем, нужно что-то тоже придумать. А, в принципе, вот вариант зимовать вот так вот кактусы я для себя открыл. То есть, это вообще прям круто. То есть, 10 градусов там температура держится. Вот если выключить температуру и сделать микропроветривание при небольшом морозе, то вот в районе 10-5 градусов, вот в этом промежутке, скажем, да, вот температура держится. Очень здорово, мне понравилось. Клиродендрум жив, он отойдет. Самое главное, что вот эти вот верхние листики бодрячком, значит, сокодвижение в стволах идет. А то, что листья эти обморозились, ну, ничего страшного, вообще ерунда полная. Не переживаю ни капельки. Поэтому вот решил вам показать, что вот такая новость у меня. Интересно, интересно, интересный такой эксперимент. Вот, неожиданные морозы настали. Напишите, какая температура в вашем регионе. Мне очень тоже будет интересно. Вот, ну и теперь, конечно, будем с вами ждать бутонов весной. Потому что все эпифилумы у меня на этом окне, можно сказать, такие уже закаленные, прошедшие термическую, можно сказать, обработку. Поэтому будем ждать с вами бутонов. Видите, как произошло, да? Ну, это, знаете, лайфхак на будущее. Ну, может быть, кому-то тоже пригодится. Я не знаю, может, у вас тоже вид из окна, знаешь, не ахти. Вот, поэтому. Ой, ну, в общем, говорить, что тут говорить. Все. Будем смотреть теперь, что будет дальше. Да? Ну, конечно, в итоге я вам сделаю обзор подробный. Когда все это сниму, когда мы все здесь закончим, я вам все это подробно покажу обязательно. Но, в целом и в общем, картина выглядит хорошо, потому что основная масса у меня здесь, я повторюсь, это лесные кактусы эпифилумы. Вот, они, в принципе, выдерживают даже, вот видите, минус один они выдерживают вполне. Вот, я уже проверил, приоткрыл, они прям бодрячком там себя чувствуют хорошо. Вот. Ну, все. До следующего тогда обзора. Следующий обзор сделаю, когда всю вот эту вот историю сниму. Вот. И обязательно проведу вам еще одну, еще одну экскурсию. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.